всем привет снова в моей ванной я уже умылась сейчас нанесу тонник на лицо решила с вами поболтать из новостей заказала вчера куртку придет я уже потом вам покажу что да как вроде должна быть по идее неплохая посмотрим вместе распакуем по ценам я тоже потом скажу на каком сайте заказал тоже потому что скажу из интересного сегодня должна приехать доставка икея икея всегда доставляет в квартиру напоминающую за доставку заплатил 130 евро на что я говорю там их квартиру поднять не можем пандемия то есть они оставят все внизу или куда они выход когда выходишь с лифта у нас очень маленький там они оставить не могу и что они мне предлагают они оставят внизу я должна с маленьким ребенком идти это все забирать а там шкафы по два метра три корпуса по моему три корпуса по два метра даже физически я это скорее всего вряд ли подниму ну как бы я конечно все прекрасно понимаю пандемия но вот вчера приходили позавчера люди приходили снимали показания счетчика они заходили в квартиру они попросили меня просто уйти в другую комнату в чем проблема делает также ну да ладно это я пока так посмотрим что они мне скажут если скажут что ну оставляйте внизу и же же будем писать жалобу в икея ну как они себе это представляет муж мой придет только в шесть или семь часов вечера они оставят внизу подъезд у нас вроде-то подъезд прилично но всякое же может быть какая-то постоянная ерунда сами себе усложняют жизнь ну придет я уже потом сниму посмотрим что да как сейчас я хочу маску на лицо нанести но все равно если бы я обмажила летом что-то действительно тяжелого уже такое много раз было особенно когда мы жили на предыдущей квартире мы жили на четвертом этаже получается так там вообще все те кто доставлял не поднимать практически только один парень по моему из гермес или откуда он нашими маленький ребенок и что мне с машей приходится спускаться на руках а потом еще с машей подниматься на руках но то он постоянно все посылки приносил другие не отставляли причем и 20 килограмм посылки оставляли и маленькие оставляли посылки а что-то тяжелое приходило уже не помню пришлось даже просить что просто подвал спустили не то что поднимали я же не прошу их прям квартиру заносить они же могут и на лестничной клетке тогда оставлять нет тут у них все пандемия и вот ты их стреляли их тоже прекрасно понимаю но это же можно все организовать бесконтактно причем когда вроде все утихло с пандемией уже как-то заражение пошло на 100 они спокойно все доставляли до квартиры без масок без перчаток то есть как бы уже просто надоели никто не хочет делать свою работу точно также заказали диван ноября вот только вот сейчас должен прийти то же самое написали мы не можем доставить и по саму квартиру а где вы его ставить такие вот такие интересные без проблем я могу заниматься заносите тем более деньги за доставку мы платим одно дело когда эта почта которая вот тут на этой квартире только почта просят не спуститься потому что они не обязаны не рассылают только письма небольшие такие бандерольки они не обязаны подниматься во все остальные обязаны подниматься на квартиру долл входной двери входная дверь у меня где на восьмом этаже правильно придется красным покажу что заказала там по моему только постеленное белье но все равно может вам будет интересно все тогда до скорого такие приезжала ну как я и говорила они оставили благо все не внизу но оставили все в тамбуре так назовем его красота теперь внимание вопрос что мне с этим делать ну то есть физически я не подниму значит она будет три часа тут стоять ну да ладно ладно сейчас я заберу хотя бы вот это вот может быть попробую большое что тогда тащить но если нет то тогда уже буду ждать мужа сейчас мы с вами посмотрим что я заказала в общем вот постельная это машкина кровать у нее будет два матраса 80 на 60 я потом покажу как будет выглядеть кровать когда она придет на кровать скоро придет прийти должна где-то в начале февраля вот такая простенько потом это уже нам с вами 180 на 200 у нас матрас что тут а едва после постельные бельяным одинаковые заказала нас одеяло 150 на 220 по ценам честно говоря не помню но я найду цены я вам напишу сколько они стоят пишу на видео ну вот такой вот заказ получается что 44 комплекта постельного скажем так две простыни и два комплекта белья плюс три этих корпуса еще там маленькие полки сколько там шесть семь штук на обошлись в 300 евро почти без пяти без шести евро 300 евро вот такие вот цены поэтому сейчас надо будет закинуть стирку все это поперестировать на машина наверно попозже постираю наши надо все поперестировать чтобы можно было этим пользоваться а пока знаете чем я занимаюсь смотрите да да как я говорила дивана у нас нет приходится обходиться матрасом я перебираю ушки уже потом итоговый результат я покажу ну по-моему миссия невыполнима это какой-то кошмар нас уже вечер где-то уже пол одиннадцатого может даже письте один смажка я уложила игрушки все-таки успела перебрать давайте вам покажу какие у нас есть игрушки и что я решила оставить вот так вот это все выглядит это было все в трех больших контейнерах теперь хоть более-менее так я оставила и обычные игрушки с которыми она играет кенгуру собаку и где-то еще там собака лежит одна а так в основе все оставила игрушки такие более-менее взбивающие домашние животные книжки папа собирал игрушки поэтому опять все набросано книжки все я положила в контейнеры ненавижу куда это все валяется и по возможности все игрушки которые можно было сложить в коробке я сложила в коробке вот так вот это выглядит вообще маша сейчас такие вот лего дупло очень классно заходит надо еще будет купить мама еще рано их вообще надо тоже убрать потому что они 4 плюс где-то с годиков наверно 2 с половиной 3 можно играть на них просто сейчас разбрасывает вот такие вот всякие мозаики классно червяки уже уже как бы поздновато но мы с ними цвета учим тоже как вариант можно что там еще не есть вот такая пушка тоже крутая все покажу белоруссии наверное в россии тоже продается на покупала тут у нас это тоже собирать надо выбирать подбирать машинки уточки всякая прочая ерунда потом сейчас тоже очень нравится вот такая вот игрушка когда надо крутить вертеть и вынимать фигурки всякие вот и так там дальше по мелочи мозаики маша уже конечно вот такие вот пазлы большие маленькие на 4 по моему части минимально так тоже складывает мне нравится машки у нас 2 годика и вот такая вот правда переложила тоже как мозаика натурена цвета очень сортирует пока собирать не получается что достаточно туда ну я и помогаю вот ну и тут рыбалка когда маша помладше была рыбалка и вообще классно заходила сейчас она тоже сидит сама себе может снуровать но это надолго не хватает но обычно мы цвета учим нужно конечно знает их все ну и нравится потом тут тоже всякие такие вот штуки кубики ну кубики конечно мы купили не очень хорошие они не красочные тут честно говоря даже взрослому собрать достаточно сложно что еще классно это вот такие вот мозаики нравится мы покупали их лидли по-моему да лидли же покупали в лидли тоже неплохие по сутки на то отбалывается больше чем играет вот сегодня что-то я потянула вот на эту игрушку она тоже целый день с ней сидела и игралась а так вообще мы не часто покупаем машки игрушки если покупаем то так может быть раз в месяц что такое что что-то интересное либо часть завозим бабушки с дедушкой она там уже играет в основном дарят игрушки потом его и еще нравится вот такая вот игрушка планшетик тут животные всякие сказки всякие стихи чей голос надо выбирать чьи-то дети что они кушают от них польза и вот такого тоже планшетики и нравится но это больше на постарше мне кажется тоже ребенка потому что и не хватает с ним усидчивости надо песенки все знать мультики но такие больше советские мультики маша такие редко смотрят мультики пока карцена если быстро рассказать про игрушки это вот как-то так поэтому пойду я наверное уже монтировать этот влог больше такого рассказать нечего сегодня за день ничего интересного не произошло интересно какие следующие будут заказы такие нам по моему еще два должно прийти в начале февраля они тоже их оставят где-нибудь в тамбуре ну хотя бы пусть тамбуре оставляет лучше чем внизу вот завтра ко мне должна приехать подружка так что как-то вот так вот тогда все буду с вами прощаться хорошего вечера спокойной ночи подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока а